Какие то, что боятся солдаты? Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о героях Советского Союза, Георгии Семеновича Шпайкина. Георгий Семенович Шпайкин, известный советский конструктор, создал оружие «Победы» ППШ. Родился он 17 апреля 1897 года в деревне Хлюшниково, в семье христианин. Закончил три года приходской церковной школы, потом был вынужден помогать зарабатывать на жизнь семье. Работал и помощником у торговца, и поскуком, и также возил еще песок и топливо на стекольном заборе. В 1916 году был признан в царскую армию в 14-й грандерский полк. Из-за травмы обязательного пальца правой руки его направили не в действующую армию, а на оружейные мастерские. Под руководством тульского мастера Явы Дедлова Шпайкин не только освоил образцы отечественного и иностранного оружия, но также навсегда полюбил оружейное дело. В год гражданской войны он служил в рядах Красной армии оружейным мастером в одном из полков Владимирского гарнизона. После Октябрьской революции работал оружейным мастером в одном из стрелковых полков РКК. В 1922 году, после мобилизации армии, Георгий Шпайкин поступил слесарем в опытную мастерскую Ковровского оружейно-пулеметного завода, где работал в это время Федоров, Доксерев и другие. С 1922 года он активно участвовал в создании новых образцов оружия. Однако наибольшую славу конструктору принесло создание образца 1941 года оружия пистолет-пулемет Шпагина ППШ. Созданный для замены сложным и дорогому в производстве пистолет-пулемет Дегтярева ППД, пистолет-пулемет Шпагина стал самым массовым автоматическим оружием Второй мировой войны. Его было выпущено примерно 6 141 000 экземпляров за годы Второй мировой. И этот пистолет-пулемет стоял на вооружении до 1951 года в СССР. То есть его сняли с вооружения задолго после окончания Второй мировой войны. Что говорит о его высоких характеристиках? Шпагин предложил новое, то, чего его до него еще никто не делал. Все металлические детали этого оружия были выпущены методом холодной штамповки. А это требует меньшего количества станка часов и энергозатрат. Вообще деревянные детали ППШ тоже обладали довольно простой конфигурацией. И это делало выпуск оружия еще дешевле, еще быстрее. Солдаты оценили по достоинству качество ППШ. Его безотказность, надежность, его простоту, а главное массовость. Количество этого пистолета-пулемета Шпагина на момент Второй мировой войны было просто невероятно большим. За годы Второй мировой на Авианском-Полянском машиностроительном заводе, например, было выпущено 2,5 миллиона образцов этого оружия. Это очень много. Пыли в снегу, и в зною, и в стужу. Практически в любых условиях, например, Шпагина служил солдатам безотказно. Примерно так же, как сейчас автомат Калашникова. За самоотверженный труд, за наращивание выпуска пистолета-пулемета Шпагина в феврале 1942 года Георгию Семеновичу Шпагину был присвоен Орден Ленина. У него есть также и много других наград. Я сейчас расскажу. Сталинская премия второй степени в 1941 году за создание новых образцов оружия. Герой социалистического труда в 1945 год. Он получил три ордена Ленина, орден Сувора во второй степени, орден Красной Звезды, а также довольно много других медалей. Конечно, сейчас его уже нет в живых. Он умер довольно давно, в феврале 1952 года. Шпагин скончался от рака желудка и был похоронен в Москве на Новодевичьем празднище. Стоит сказать, что Шпагин – это настоящий герой. Он проявил себя не на поле боя, а в тылу. Он помог Красной Армии не меньше, чем Жуков, Рокоссовский, Покрышкин или другие герои. Так как, например, Людмила Павличенко, он не мог убивать людей, но ему это было и не нужно. Он помогал своим умом и усердствам. АПЛОДИСМЕНТЫ